1, 9, 8, 4! 1, 9, 8, 4! Добрый день! С вами Дергачёв Инсайт. Если вы хотите помочь нашему каналу, пожалуйста, отправляйте нам донаты, будем вам благодарны. Сегодня у нас в гостях Ермен Анти, экс-группа Адаптация. Привет, Ермен! Привет, Ванин! А скажи, пожалуйста, а вот сейчас у тебя прошли, проходят концерты в Алматы вместе с театром Артишок? Да? Откуда и почему такая коллаборация и такой проект? Режиссёр театра Антон Балкунов – это наш старый фэн, который уже около 20 лет ходит на наши концерты. Мы с ним в приятельских отношениях находимся, дружим много лет. И с театром с этим я знаком, они мне устраивали концерты лет 10 назад. И вот возникла у Антона идея совместить театр с выступлением нашей группы, зная, что он настолько как бы хорошо знаком с нашим творчеством. Я ему доверился, и вчера два дня мы в Алмате, у нас один день была репетиция, вчера первая премьера. Ну, очень интересный результат получился. Я доволен, думаю, сегодня второй день показа будет ещё лучше, чем вчера. У меня на самом деле к своим песням всегда было такое отношение, очень тяжело, я придумывал для них видеоряд, поэтому у нас не так много клипов, а к другим каким-то песням других авторов. Мне гораздо легче фантазировать на эту тему, как будет, а вот со своими песнями тяжелее. И Антону удалось, то есть вот половину, мы играли 16 песен вчера, в спектакль вошли, наполовину, просто вообще полный. Это старые песни или это новые? То есть вошли туда, например, вот эти «Так горит степь» или... Так горит степь есть, даже раньше, «За измену Родины» 96-го года песня там есть, и песни с альбома «Грус 2022», который он сейчас последний. А кематы просят огня? Есть небо в огне, да, в начале. А вот кематы просят огня. Какой год написания песни? Это песня на 15-й год. 15-й год. 15-й или 16-й, вот где-то так. У тебя нет ощущения, что вообще говоря, может быть, тебя надо было еще в 15-м году придушить, чтобы ты такие пророчества не делал? Тогда он был, наверное, в 96-м, когда я писал «За измену Родине». Да? Да, потому что это сейчас вообще попадает все в точку. Вообще говоря, такого рода пророчества, да, то есть поэтические пророчества, которые потом оказываются актуальны для реальной истории страны и так далее. А вот ты сам как к этому относишься? То есть это для тебя это часть твоей жизни или ты не знаешь, как это происходит? Ну, с песней, которую ты говоришь, «Ахиматы просит огня», «Небо в огне» у нее название, там же, в принципе, все понятно, это было предсказуемо, что рано или поздно это случится. У меня вот вышла книга «Номат панк» автобиографическая, я там писал как раз про эту песню, там описываются события января 22-го года, и упоминается эта песня, что, в принципе, рано или поздно это должно было рвануть. То есть когда возле каждого областного центра или там крупных мегаполисов городов образуются фавелы, в которых живет население, которое там на уровне там выживает, условно говоря, то и люди саулов туда приезжают, скапливаются, они очень бедно живут, рано или поздно это должно было рвануть. Вопрос по просто времени и ситуации, в какой ситуации, оторванет, кто это использует. Вот так. А за измену Родине это, конечно, немножко по-другому. То есть в 96-м году я представить тогда не мог, что все эти события в той же России дойдут до такой ситуации. То есть с года 16-го я понимал, что там все идет не туда, и мне было самому интересно, насколько можно, насколько далеко может зайти эта пропаганда, насколько можно накручивать свое население в таком ритме, в этом направлении. И все кончилось войну логично вполне. Смотри, ты в 14-м году поехал в Питер. То есть вы, скажем так, частью переехали, частью вы собрали группу уже в Санкт-Петербурге, насколько я понимаю. И ты там на два города жил с 14-го по 19-й, ты говоришь, да? А вот, ну, после, скажем, после 14-го как раз многие уехали, а ты наоборот поехал туда. То есть какой у тебя мотив был? У меня состав просто был там. И в Ак-Тюбе в какой-то момент стало немножко тяжело, я устал. Все-таки Ак-Тюбе это провинциальный город, и каждые там 3-4 года у меня меняли составы. То есть люди не выдерживали там моего ритма жизненного, моих требований, я просто устал. От этого мне проще было сесть в самолет, прилететь в Питер, где я нашел людей, интересных, музыкантов хороших, и которые идеи были мне близки, мы хотели вместе работать, и так было проще. Почему в 19-м году ты вернулся? Я вернулся, потому что распустил группу в какой-то момент, мне вдруг просто так вот прям ударило, я понял, что надо, пора заканчивать, и все, получилось, я успел. Я за полгода до пандемии. То есть мы начали, у нас первая репетиция была 1 января 92-го года, две недели назад распался Советский Союз. И за полгода до пандемии мы закончили свою деятельность, такая группа эпоха. Почему закончили? Какой главный мотив был для того, чтобы... Очень много факторов. Я уже потом немножко понял, что все-таки это немножко мистический элемент в этом есть, я поступил очень правильно тогда. Мне казалось, что вот альбом, который Оруэл, мы тогда подготовили, и последний, что это вот, ну вот все, это уже дальше так, ну, нагнетать. Дальше надо просто смотреть, что из этого всего как бы получится. Во-вторых, тоже усталость небольшая сказывалась. То есть 27 лет в таком вот режиме, у нас находиться на сцене в андеграунде, это тоже немножко тяжеловато. Я давно мечтал о каком-то таком отдыхе. Немножко мне нужно было время, чтобы я не думал, нет никаких концертов, никаких записяк. Но все вот так вот получилось, что полгода я посидел и понял, что в нормальной жизни простого человека я жить не могу. И только у меня начался как бы такой апгрейд, я решил опять вернуться. Я успел съездить буквально сыграть в Хельсинки, в Берлине, Питере. И тут пандемия, у меня запланирован был большой тур, ренюнион, и все это отменилось. Ну и дальше уже началась другая история абсолютно. Но при этом вы успели поездить вот по, ну как минимум по бывшему Советскому Союзу, вы успели поездить очень хорошо вот за время существования группы, да. То есть вы были во многих городах. От Владивостока до Киева, от Бишкека до Архангельска, Северодвинска. И даже в Салехарде выступал. То есть хорошо. Кто была ваша аудитория, кто ходил на ваши концерты все эти годы вот в разных городах? Аудитория разная и как бы в разных городах студенты. Основная масса вот была студенты, там школьники на начальном этапе. Потом это всегда менялось. Сейчас настолько разношерстная публика, что поколенческие. То есть во многих городах приходят родители, которые ходили там в 90-х годах на концерты, и их дети уже слушают. Поэтому сейчас какой-то такой четкой градации нету. Вот что, допустим, там вводят определенные там вообще маргинальные какой-то элементы. Или там студенты протестные. Был протестный, ходили там. Лилайков очень много было в свое время. Нацболы лимоновцы ходили в каких-то городах. Потому что где-то были отделения НБП, которые были не правые, а лелые фанаты гражданской обороны, Курехина. Вот они ходили на концерты по-разному. Ну, а у тебя все-таки, скажем, такая преемственность какую-то ты ощущаешь с той же гражданской обороной? Ну, гражданская оборона — это группа, которая повлияла в тот момент, когда мы начинали. Это был распад Советского Союза. В тот момент гражданская оборона — это был такой монолит. То есть начинал-то я немножко с другой музыки. Это с питерского рок-клуба, то есть времена перестройки, когда стали доступны аквариум, кино, зоопарк. Эти вот группы. То есть дальше по мере освоения всего этого вдруг появилась гражданская оборона. Но одновременно и Sex Pistols, Clash — это вот три группы. То есть панк — это та музыка, которая вот как бы, бог я понял, я вот хочу так играть. И, с другой стороны, имея ту техническую базу, которая у нас была тогда, достичь рок-музыка для меня — это, в первую очередь, энергетический обмен. То есть играть какой-то там хард-рок, металл или какую-то другую музыку нам даже аппаратура не позволяла, чтобы достичь. А панк-рок можно было играть и на такой аппаратуре, и на таких инструментах, и достигать такую же энергетику, как там у группы Clash или у сибиряков, которые были в такой же ситуации, как и мы, просто на 5-6 лет раньше. — У тебя очевидная связь и очевидная любовь с Башлачевым, да? То есть тебе даже один из альбомов назвали «Парашюты». — «Парашюты Александра Башлачева» — это не первый альбом, да, на 95-м году. — И вот когда я слушал твои песни и стихи, да, то есть вот такая стилистическая даже есть связь, что это такое? Это любовь? Это откуда вообще? — На самом деле, вот тоже мне задавали вопрос, может, пару лет назад. Я Башлачева уже много лет не слушаю, то есть всё, что мне оттуда было нужно, я как бы пощерпнул. На пару каких-то песен моих он повлиял, вот в этом альбоме «Парашюты Александра Башлачева». Есть самая любимая его запись — это «Таганский концерт», «Свинил», тройной альбом, то есть все вот эти песни. Я был автор, он немножко, конечно, отличался от всех, со словом по-другому работал, и его там последние квартирники, там и музыкальные немножко было изменено. Всё, что нужно, я услышал там, всё сейчас это. — Ну, видишь, я же не о влиянии говорю, потому что понятно, что ты абсолютно самодостаточен, но для меня всё-таки понятно. — Сейчас я уже много лет этого не слушаю, у меня есть там несколько его винилов, которые на полках стоят, есть книги, которые там друзья выпустили, книги про Башлачева хорошие, я там прочитал. Всё, что мне нужно, просто сейчас вот в моей жизни его нет. Просто как память какой-то этап. Если группа «Клэш», например, она до сих пор присутствует в моей жизни, я там слушаю пластинки, как бы мы всё это до сих пор вместе со мной, то Башлачев — это просто был какой-то этап. — А вот те, кто за границей, ну вот за большой, условно говоря, границей, по-старому говоря, ходили на ваши концерты, да, это кто? Это уехавшие русские, это какая аудитория? То есть когда были концерты, допустим? — И из Германии? — И сейчас или вообще? — И раньше, и вот особенно сейчас. Сейчас-то понятно, что это, наверное, релоканты в основном. — Не везде. — Не везде? — Да, у нас интересная история, что вот у нас первые гастроли были в 2002 году, это Германия, Франция, мы ездили, и в Германии большинство публики — это русскоязычные. Те, кто уехали когда-то из России, слушали нас, ещё, может быть, там, и сейчас такая же ситуация, что вот я сейчас вернулся с Европы, в Берлине я играл два концерта для русской аудитории и для немецкой аудитории, вот. — Во Франции русских вообще очень мало. То есть у нас француз Кзавье, это вот мы здесь в Казахстане познакомились, наш французский директор, условно, он делал нам все гастроли, там нет этого, но он нас очень грамотно продвигал, как директор на левой сцене. — Это панк, хардкор, именно такой анархического, анархической тусовки. Когда мы начинали, там, второй-третий год, это большая сеть склотов, клубов, каких-то коммун, радиостанция даже, радиолиберти в Париже у них была круглосуточная. Миттеран разрешила, они начинали как пираты, а потом получили какой-то статус, и мы удачно в это попали, лейблы были свои, мы там компакт-дивк выпустили в 2004 году, журналы свои, фэнзены, то есть все это работало. Там русских не было совсем. В Финляндии мы выступали на фестивалях тоже, там русскоязычной аудитории немного. Сейчас я был в Праге, в Праге, да, в основном пришли русскоязычные. — А ты приехал вот сейчас из европейского мини-турне, да, то есть это сколько городов было, сколько стран? — Было три страны, четыре концерта, вот два в Германии, Берлин, Дрезден, Вена и в Прага. — Австрия и Чехия. — Да. — Австрия и Чехия первый раз, то есть эту географию расширил. — Слушай, вот сейчас тебе предъявляют уже со стороны, скажем, сегодняшнего дня и после того, как началась война в прошлом году, тебе предъявляют вот этот акт, скажем, концертов в Донбассе в 16-м году. То есть можешь рассказать, что это такое и как это все было? То есть... Эту поездку предложил мне вот Вадим Курылёв, гитарист адаптации, участник групп ДДТ и лидер своей группы «Электрический партизан», такая анархитическая группа. А мы поехали туда, играли антивоенный концерт. Нас позвали наши слушатели. Я очень много выступал в Донецке до 14-го года, там 10-15 раз, наверное, и сольной, и с группой. У меня там очень много как бы было друзей, и когда начались события 14-го года, кто-то уехал. Одни в Россию, другие в Украину, а кто-то не смог уехать. И остался. И в 16-м году нам предложили туда съездить, сыграть концерт для тех вот ребят, которые там остались. Это вот уже после, ну, скажем так, оккупации. Да, у нас 16-й год, что там в 14-м заваруха началась, а мы поедем на 16-м, в феврале. Мы поставили условие такое, что это будет антивоенный концерт, он так и назывался по моей песне «Остановите войну», что мы не будем поддерживать ни одну из сторон, обязательные условия, и мы не брали с них никаких денег за гонорары. То есть нам оплатили только буквально в какую-то дорогу, с Донецкой нас отправили в Воронеж на автобус. Вот и все. Я играл концерт в том же клубе, клуб назывался «Ганжи Бас», которым играл в 13-м году, когда это еще была Украина. И эта поездка, на самом деле, очень была нужна, чтобы все понять. Я там, мы побыли два дня, помимо концерта, еще на следующий день. Меня один местный журналист поводил, я посмотрел вот этот район Октябрьская. Шахта Октябрьская раньше назывался, который примыкает в сторону Донецкого аэропорта. Там еще как раз шли боевые действия. Это единственный микрорайон, где не было людей, откуда люди ушли туда, потому что туда иногда залетали снаряды. То есть там не было так, как вот сейчас Мариуполь или мы смотрим города разрушены, но просто ведутся боевые действия, залетает какой-то снаряд, как бы попал, да, погибли люди. Жалко. И вот мы там ходили, туда таксисты не ездили. То есть я все это посмотрел. И я общался с местными людьми. То есть мне рассказали, как все это у них происходило. То есть ты как-то... Я меня раньше интересовался до 2014 года до всех этих политикой международной. Меня больше там забутили какие-то антиглобалисты, события в Сирии. Вот песня «Остановите войну», она там в войне в Сирии была посвящена. В Ливии какие-то военные конфликты я наблюдал. Что-то российское поле, казахстанское меня особо, ну, мало интересовало в плане того, что я все это понимал, что это коррупционные режимы, что люди просто воруют. И как-то было неинтересно, но когда вот все обернулось так, я поехал, все понял, я вернулся оттуда с полным пониманием того, что то, что говорит российская пропаганда, это полностью все ложь. То есть, да, мне местные люди рассказали, что там и российские войска есть, и все это как бы спецслужбы российские, все это было инспирировано со стороны. И рассказали о первых месяцах, самые тяжелые для местного населения были это вот первые два месяца, когда солдаты удачи тут дохлынули. То есть там был такой беспредел, люди боялись выходить из дома, то есть тебя могут поймать, там ограбить или отправить окопы рыть. Вот там человек за сигаретами пошел, на три дня пропал, и он где-то окопы рыл. Вот так. И я увидел, что с городом стало. Цветущий Донецк превратился в какой-то серый, унылый такой вот город с напряженными людьми. Да, там никто не стрелял, я когда приехал, там был порядок на улице к милиции, как бы, но при фронтовой чувствовалась вот эта вот атмосфера. Ну, а в смысле российская милиция уже? Ну и как их, может, ДНР, я знаю, наверное. Ага, да. То есть тогда как, вот говорили со стороны люди, что это все, как бы, местные люди восстали против, там, украинского режима, что Россия не вмешивается туда. Да нет, то есть тогда мне все как-то, местные же люди мне, которые даже и поддерживали этот ввод, как бы, российских войск, они мне сказали, там, взгляды пропаганды первые ударила по ним. То есть я увидел людей, которые делали мне концерты, там, взглядят пять, шесть, может, до этих событий, и вот два года они там пошли, они уже стали мыслить по-другому. Они уже тогда бредили Новороссией. Ну, а было понимание, что вот сам факт того, что вы приехали туда играть, будет использовано той же российской пропагандой, что вы участвовали, скажем так, в концерте на стороне России, которая... А мы не участвовали в концерте на стороне России, никого не поддерживали. Почему мы участвовали? Ну, на оккупированной территории играть. Может быть, да, вот как бы об этом не то, что не думали, я как-то так вот к этому относился, не совсем, может быть, понимал этого факта. Сразу вернувшись оттуда, я написал, у меня есть такой стих, называется «Б-3, посажденный в Донецке», где я вот, первое впечатление об этих событиях. А в России мы, наоборот, же попали под такой пресс, то есть началась вот эта вот в интернете грязня. Ага. Тут эти патриоты, товарищи, они увидев, что мы не высказываемся в поддержку Донбасса, того, что там было, наоборот, мы очень много там огонь критики получили и справа, и слева. Ну, а сейчас вы получаете огонь критики уже с другой стороны, совершенно конкретный. То есть вот основная, на самом деле, претензия, с которой приходится сейчас сталкиваться, а что вот, а что, Ермен, что это, Анти, что это, они вот ездили в Донецк играть. То есть вот ты сейчас, если, скажем так, уже ретроспективно посмотреть, вот в сегодняшней позиции, ты бы туда поехал или не поехал, зная... Сейчас я бы в Оренбург, я не езжу играть концерт, это понятно. А вот если можно было бы эту ситуацию поменять с 16-м годом? Мне тяжело сказать, я же поехал туда, это же еще интерес, одно дело, когда ты об этом читаешь, например, каких-то там... Я в Ютубе блогеров вообще не смотрел в то время, об этом все со стороны. Другое дело, когда вот ты видишь это своими глазами. Та же вот, Вадим Курулев, они там в ДДТ, они в Чечню ездили в 96-м году и играли. И тоже там буквально несколько месяцев назад там фились боевые действия, а во время их концерта с одной стороны стояли чеченцы, дудаевцы, а с другой российский ОМОН. Но они посчитали своим долгом поехать, чтобы именно внутри. А как еще об этом узнать? Хорошо этим диванным экспертам сидеть, как бы, и говорить, что с той, что с той стороны там было. Я бы туда не поехал, как бы, никогда. Не только бы туда не поехал, может, из-за страха туда бы не поехал. А мне нужно было это увидеть. То есть, как художнику я должен был это увидеть изнутри. Иначе ты не поймешь. То есть, я вот... Просто когда теперь я увидел, что стало в Донецком, с городом, который мне очень нравился, когда туда пришел русский мир, так надо было увидеть своими глазами. После 24 февраля с друзьями и с музыкантами раздел произошел или удалось все-таки сохранить? Ну, грубо говоря, сколько у тебя было и осталось друзей, которые ушли на одну сторону, и сколько на другую? Произошел. Раздел я и концерт, если у нас так получилось, что мы собрали опять адаптацию, 30 лет исполнилось. В 2002 году у нас были запланированы 3, 4, 5 марта по Казахстану, Алматы, Караганда, Октябрье. И в конце марта Москва, Питер, Самара. Вот. Ну, и тут начинаются эти события. Мы отыграли эти концерты, у меня в группе было два россиянина. Я дождался, пока ребята вернутся туда спокойно, потому что, да, вот эти первые месяцы, наверное, он был очень непонятный. Мы все сидели в телеграммах, смотрели, что происходит, как. Как ребята доехали до дому, я сделал на своих страницах в соцсетях заявление о том, что это агрессия против независимого государства. Поэтому, как бы, сейчас отменил концерты свои. Отменил даже не из-за того, чтобы, как бы, посчиталось, что концерты в России — это, как бы, некая легитимность, что я агрессивизирую эту войну, а просто из-за того, что немножко был шок от того, что какая-то часть даже, ну, и моих слушателей, и моих просто знакомых из среды, вот, там, рок-музыкантов, художников, поддержали войну, я никогда не ожидал от этих людей, что они так поступят. И раздел, он довольно так произошел, есть, с теми людьми, которые, вот, поддерживают войну. Я не поддерживаю отношения, они как-то сами отшились, не пишут ничего, то есть, вот так. Они понимают мою позицию, я не хочу общаться с ними. У тебя случились дружеские потери, вот, в этом разделе, или бог миловал, то есть, есть, да? Есть, немного, но есть. Но, в общем, мне еще повезло, по сравнению с некоторыми, вот, я знаю историю, у которых вообще там до половины их друзей публики вдруг так, мне еще как-то это так легко задело. А вот сейчас давай немножко про Алмату, Алматы поговорим. А вот сейчас вот, ну, концерты у тебя, да, прошли, вот, будет какая-то, наверное, еще, возможно, активность, коллаборация. Вот, а ты видишь возможности, ну, конкретно по Алмате, допустим, дальше поработать, а не по городу, в котором ты живешь, по Актобе? Мы сейчас вообще хотим весь упор сделать, потому что самый основной город, где мы у нас востребованы, где происходит такой культурный движ, это Алматы. Я вот побывал в Бишкеке, да, как бы, есть, но на таком уровне я был в Тбилиси, где, ну, в Тбилиси надо ездить с группой, все равно это немножко, как бы, вот, на уровне, то, что русский язык не так востребован. И все, таких центров нет, поэтому Алматы основное, если ни Астана, ни Караганда не могут сравниться, поэтому мы будем чаще сюда приезжать, и мы стали чаще приезжать. То есть, если раньше два раза в год ездили, то сейчас вот за полгода уже четвертый визит. Ты говоришь «мы», то есть речь идет все-таки о том, чтобы возобновить группу или какую-нибудь группу? Есть сейчас группа, я посмотрю, вот, потому что почему нынешний состав, как бы, я вот как соль на себя позиционирую, состав, который у меня играет, это все-таки немножко компонирующий состав, арт-хаус, комьюнити, то есть это коллаборации, которых я нахожу, и пусть там играет, вот сейчас барабанщик, он в адаптации пару лет играл в какой-то период, но это не группа, как вот адаптация была, потому что группа — это ответственность в первую очередь, немножко другой подход. Я знаю, когда я пойму, что вот сейчас у меня будет группа, я к этому смогу так относиться, тогда, может быть, мы соберемся опять и будем называться, как адаптация. — Что такое для тебя панк и в музыкальном плане, и в жизни, да, то есть тебя коснулись, скажем так, особенности панк-культуры, алкоголь, вещества, это вопрос или не вопрос для тебя? — Нет, естественно, все это было, все прошли, я застал, как бы, вот эту волну наркомании, которая в Казахстане в 90-е годы, она и наши ряды проведила, есть люди, которые, как бы, не выдержали знакомство со всеми этими мирами, как бы, их уже нету на свете. Другое дело, просто найти в себе силы, как-то, чтобы, как бы, не привыкать к таким, не привыкать, не поддаваться, как бы, всякое было. Вот, мы же сидим с тобой, разговариваем, нормально. А панк, в первую очередь, для меня, это, как для художника, что это, в первую очередь, мне нравится, это свобода самовыражения, то есть тут нет каких-то условных рамок, то есть это не консервативный стиль музыки. То есть я сейчас в этом песне, мобилизационный вальс, ее записал в Берлине, она вообще такая джазовая, но это будет панк. Ага. Хорошо, прямо спрошу, пьешь алкоголь сейчас или нет? Временами с алкоголем у меня сложный роман, поэтому, как бы, я могу год там чуть-чуть выпивать, а потом год вообще мне просто надоедает. Сейчас с возрастом я замечаю, что какие-то вещи мне надоедают, я вообще отказываюсь. Это причем не только касается там каких-то веществ, а просто люди могут надоесть, я просто обрубаю, это мне интересно. А что ты думаешь будет сейчас вот с независимой музыкальной сценой Казахстана, то есть и Алматы, и Казахстана, вот ты видишь возможности здесь для развития и каких-то новых, может быть, видишь людей? Я вижу развитие в Алматы, то, что здесь, из-за того, что сейчас сюда приехало много людей, в связи с войной, плюс сюда стало приезжать очень много людей с концертами, как бы, потому что концерты происходят почти каждую неделю, приезжают интересные музыканты, поэтому, если повезет, то здесь какой-то ренессанс возможен. То есть будет появиться и местная сцена, какие-то люди. В Астане тяжелее, хотелось бы, чтобы помимо Алматы у нас был второй город, как вот в России, Москва и Питер, например. Ну, есть Караганда, но это все равно провинция, хотя было время, когда Караганда был самым рок-н-ролльным городом в Казахстане. И несмотря на то, что сейчас вот этот клуб открылся, свинцовый дирижабль, все равно я туда езжу, атмосфера там опять идет, мне кажется, на спад. Ну, потому что организатор клуба живет и работает в Алматы, то есть, ну, поэтому, что тут уже Олег-то здесь. А вот какие-то имена для тебя есть новые в альтернативной культуре, которые в Алматы работают? Кого-то ты можешь назвать? К сожалению, я пока не могу назвать. Из того, что вот я с последнего времени услышал Залматинских, меня познакомили там года два назад, мол, до назад. Ну. Мне понравилось. Это вот такой, очень на уровне как бы сделано, красиво. Но это все-таки ближе к поп-культуре. Ну, не совсем. Это такой рок-поп, наверное, скажем. Разницы нет. Просто это интересно. А на уровне андеграунда, каких-то групп, не знаю, у нас вот завтра будет концерт, мы будем играть на 1 мая. Это я сам организовал здесь такой антивоенный панк-фестиваль. И будут две группы участвовать. Алматинские, одна там поколение, 18-20 лет девчонки какие-то играют. И другая группа, это релаканты, которые с Воронежа приехали, добавили себе алматинцев. И вот они будут выступать. Это ребята на лет 10, 15 младше меня, то есть три поколения панк-групп. Я вот посмотрю, вижу. Так-то мы все время, когда приезжаем, обычно играем в сольные концерты здесь. А сейчас вот будет такая коллаборация, хоть и вижу. Раньше я хорошо знал алматинскую сцену. Мой первый концерт в Алмате 30 лет назад был. Мы еще заставили вашу вот эту комсомольскую рок-лабораторию, которая Рухани была, участвовали в фестивале. То есть я помню все эти группы. Как поэт ты сейчас пишешь постоянно? Или у тебя какие-то есть паузы, провалы? Есть паузы, да. На стече это бывает, как волна накрыла, и ты там за месяц написал 10 стихотворений, которые потом ты постоянно читаешь на концертах где-то. Ну а сам вот книжно-писательский процесс у меня прям очень за последние полгода. Во-первых, я написал автобиографическую книгу «Номад панк», которую за два месяца, пусть с небольшим тиражом, но у меня разлетелось в 15 стран мира. То есть люди требуют... Как быстро ты ее написал, издал? Тоже было интересно. Написал ее, наверное, за год из-за того, что возникали перерывы. То есть она была из трех частей. Я первую часть 90-е годы помню очень хорошо, потому что тогда каждый концерт был событием, энтузиазма было больше, я прям очень отлично все написал. А потом возникли какие-то проблемы в плане того, что издательство, я планировал издаваться на своем лейбле в Москве. А так, как я стал описывать, там есть главы события 2014 года, поездка в Донецк, потом события в Казахстане 22-го года, война начавшаяся. То есть меня попросили там, он говорит, у вас военная цензура, ты можешь убрать там три главы, и тогда мы встать, я сказал, я не могу. То есть может какой-нибудь другой артист, играющий, не настолько работающий немного, в другом ключе, он бы убрал эти главы, и его книга не пострадала. А моя книга без этих глав была бы неполна. И я встал перед выбором либо прогнуться и издать книжку большим тиражом, с хорошей дистрибуцией, как бы все, либо оставить все как есть и издать самому. Я сделал сам. Вчера в три раза меньше, но и книжка разлетела за два месяца. Я уверен, что если бы я сейчас напечатал 500 или 1000, значит, медленнее, но потому что книга востребована. Супер. И после выпуска вот этой книги, ну, матпанк прям, началась волна. Это вот в Германии перед самой пандемией я подписал договор с издательством, Дигили называется. До этого они из казахстанских авторов Алжаса Шелеменова 10 лет назад издавали, они мне сейчас подарили книжку. Они специализируются на поэзии и прозе центрально-азиатских и тюркских стран, плюс еще Кавказ, Азербайджан, Грузия. Я подписал с ними договор в январе 2020 года перед пандемией. И в 2020 году должна была выйти книга, но из-за пандемии, там финансы, все это затормозилось, и тут вот выходит «Номатпанк», и через два месяца они издают эту книгу. Второе. «Пришествие вундеркиндов» — сборник стихов и текстов песен на немецком языке и на русском, на языке оригинала. И стоило издать эту книгу, вот пошел тур, в европейский стали организовывать, тут чеши подключились сейчас. У меня в конце мая или июня выйдет книга на чешском, стихи, песни тоже. Или нет, там вроде только стихи в переводе на чешский язык. И все это хорошо и тут работает, но в Европе интересно. Я сейчас ездил в Вене, играл концерт, где зрителями у меня были только представители переводческих кругов, люди, которые занимаются переводами прозы, поэзии. То есть интересно. Два мероприятия было. МИД, то есть первая встреча, мы знакомились, какие-то вопросы больше читали. То есть стихи, а следующий день уже был акустический концерт и стихи. При этом ты говоришь, что ты написал мобилизационный вальс в Берлине. Я записал. А, записал. Я его сам записал, да. То есть интересно, что музыкант, который сыграл на всех инструментах, он с Алматы. Парень уехал в конце 90-х. Мы давно дружим, и я вот ему эту песню отправил в акустике, записал. Говорю, давай вот сделаем. Мне понравился его подход сейчас. Надо записать голос, и выйдет сингл. То есть перерывов, в том числе, вот сейчас, в том числе, с поэзией нет? То есть ты пишешь? Нет. Под последний месяц, может быть, я из стихотворения вообще ничего не написал. Он написал песню такую хорошую. Правильно. Супер. Работа идет, да, постоянно. Когда я учился в школе, я помню, моя мама, у меня на работе правком выписывал журналы «Комсомольская жизнь». Называл такие брошюрки небольшие, два раза в месяц выходили. А в то время же была мода на рок-н-ролл, и в каждом номере в конце был такой плакатик групп и интервью с ними. Там интересно, там аукцион были, там впервые коррозию металлов полуголыми же тевками поместили. То есть по тем временам «Комсомол» и вот такое было. И интервью было с интересной группой «Вежливый отказ». Они тогда говорили, я не понимал. Они говорят, мы мечтаем, чтобы в сутках было 28 или 30 часов. Мне там 15 лет, я говорю, да куда это так время там тянется? А сейчас я с вами мечтаю, потому что времени не хватает, хочется больше сделать, ну вот, всё как-то так.